отлично все друзья начинаем значит очень актуальная тема особенно сейчас осенью когда идет разгар респираторных вирусных инфекций поэтому температура у наших деток естественно бывает разная да бывает высокая бывает не очень высокая бывает температура которая требует медикаментозной помощи бывает температура которая требует не медикаментозной помощи теперь ваша задача то есть моя задача до вас донести такую информацию то есть информацию по поводу температуры чтобы вы понимали как оказывать правильную помощь при повышении температуры очень много вопросов на эту тематику и очень много видео мною снято на эту тему здесь и в тег токи и в instagram и везде в общем вот поэтому эта тема актуальна и многие из вас до сих пор не знают что есть то есть есть два клинических варианта лихорадки это розовая и белая кто не знает поставки вот так вот вверх пальчик значит существует розовая и белая лихорадка которая оказывает при которых оказывается помощь немножко разная да то есть при розовой лихорадки помощь другая а при белой лихорадки немножко тоже отличается поэтому вы должны сегодня мы будем так сказать будем так говорить постараться запомнить эту информацию в дальнейшем если захотите посмотреть эфир повторно вы сможете его посмотреть в instagram или в тег токи здесь если будет такая возможность я его разобью разделю вот видите вы многие не знаете что существует розовая и белая лихорадка и как отличить да какая у ребенка лихорадка и как оказать помощь так ну поехали при белой лихорадки что мы видим у ребенка при белой лихорадки чтобы вы понимали идет повышенная до теплопродукция теплопродукция то есть организм вырабатывает тепло но из-за спазма сосудов периферических именно сосудов нарушается теплоотдача то есть организм тепло отдать не может из-за спазма происходит то есть из-за спазма у ребенка вы почувствуете когда будете трогать ребенка своего да вы почувствуете что у ребенка холодные руки холодные ножки ну и в принципе да может быть и то есть если будете дотрагиваться дату еще тоже может определяться что кожный покров и не горячий далее при белой лихорадки что вы еще определите значит увидите что у ребенка значит могут быть синюшный носогубный треугольник то есть вот эта область могут быть синюшные ногтевые пластины холодные руки и ноги о чем я уже сказал да и естественно будет состояние страдать ребенок будет вялый может быть заторможенный то есть это состояние даже может привести к судорогам как правило очень часто это бывает именно при белой лихорадки как осложнение поэтому когда вы определили у ребенка температуру но видите что у него ручки и ножки холодные его знобит зуб на зуб не попадает вот это как раз есть белая лихорадка далее как как отличить розовую лихорадку розовая лихорадка это когда вы смотрите ребенка своего да ставите ему градусник он весь горячий у него щечки розовые кожные покровы розовые он горячий на ощупь у него ручки ножки также горячий на ощупь и естественно отличие вот именно розовые белые лихорадки в следующем то есть если например при розовой лихорадке кожные покровы розовые и горячие при белой лихорадке роз кожный покров будет бледный и холодный чтобы вы запомнили соответственно помощь при данных состояниях тоже будет разное чтобы вы могли правильно оказать помощь вам необходимо сначала в начале до самом начале когда вы определили что у ребенка высокая температура вам необходимо сначала определить какая-то лихорадка розовая или белая значит Запомнили, что такое розовое и белое. Далее, чтобы вы знали, чтобы понимали. У ребенка, когда вы определяете температуру 38 или 38,5, на фоне, опять же, вирусной инфекции, при отсутствии ухудшения самочувствия, то есть ребенку не требуется жаропонижающая терапия. Сейчас объясню, что это такое. То есть, если вы видите, что ваш ребенок при температуре 38-38,5 активный, бегает, играется, значит, нет у него слабости, заторможенности, будем так говорить, значит, ребенок активный, то в данном случае достаточно будет просто отпаивать ребенка. То есть, даете жидкости и наблюдаете за его состоянием. Но исключением в данном случае служит возраст ребенка 6 месяцев. То есть, все дети до 6-месячного возраста, всем детям до 6-месячного возраста необходимо снижать температуру. Что вы это знали? То есть, если температура повышается 38-38,5, и ребенку нет 6 месяцев, нужно будет снижать температуру. Естественно, если у ребенка при ухудшении самочувствия, то есть, головная боль, мышечная боль, значит, снижение аппетита, изменение поведения, нарушение сна и так далее, да, при лихорадке 38,5 вы, естественно, будете давать жаропонижающий. Далее. Чтобы вы тоже знали, да, если у ребенка определяется температура 39 и выше, ваша задача сразу же начать снижать температуру у ребенка, дабы не допустить осложнений, такие как диффузный отек головного мозга. Это очень, ну, не часто, не скажу, что прям часто, но одно из таких грозных осложнений, которые может быть в детском возрасте, как раз-таки это отек головного мозга. Теперь вы все знаете, да, что наши мамы, наши бабушки в нашем детстве, да, вы все помните, что при повышении температуры тела не всегда нам давали жаропонижающие. Не всегда. То есть, изначально все-таки необходимо попробовать снизить температуру физическими методами, да, или, будем так говорить, не медикаментозными методами. Это если ребенку не угрожает, опять же, опасность, да, то есть, если розовая лихорадка, ребенок бегает активно, бегает, активно играет, у него нет ни головной боли, ни слабости, ни боли в мышцах и так далее, то есть, он активный, то в данном случае можно ребенку, значит, обеспечить, обеспечить обязательно покой, ну, то есть, чтобы ребенок сильно, сильно не активничал, да, именно особенно при вирусных инфекциях. Далее, обильное питье, обязательно должно быть теплое питье, обеспечить нужно, чтобы все-таки ребенок пил, например, чай с малиной, с медом, липовый цвет, шиповник, то есть, обильное питье ребенку даете. Обязательно, если ребенок у вас на грудном вскармливании, вы обязательно должны ребенку давать, то есть, чаще прикорм, или прикладывать груди, это обязательное условие. Далее, кормить ребенка, естественно, можно, вот, очень часто на своих вызывах, когда я приезжаю на вызыва, я обращаю внимание, что родители у меня, ну, обычно бывает спрашивают, что ребенок сейчас вот заболел, у него вирусная инфекция, 2-3 дня, и он отказывается от пищи. Ребят, ну, в любом случае, вы все помните, да, даже взрослые, несмотря уже, что это ребенок, если появились признаки вирусной инфекции, если есть температура, то, естественно, ребенок, и мы взрослые, будем отказываться от приема пищи. Это, ну, будем так говорить, физиология, нашего организма. То есть, ну, здесь самое главное, вот, в детском возрасте, если температура высокая, и ребенок отказывается от пищи, в этом ничего страшного нет. То есть, даете ему пищу тогда, когда он, в принципе, может, да, покушать, когда он с охотой будет кушать, но отказ от питья, это уже должно вас насторожить. То есть, в любом случае, если ребенок отказывается от питья, значит, эта настороженность должна быть стопроцентная. То есть, надо срочно обратиться за медицинской помощью. Питье ребенку обязательно нужно давать, чтобы вы знали. То есть, если ребенок отказывается от пищи, это не так страшно, а если отказывается от питья, то это уже проблема. Поэтому нужно давать ребенку обязательно питье. Теперь, какая помощь? Будем говорить, если говорить про не медикаментозную помощь, то какие ваши действия? Физические методы охлаждения. То есть, если ребенок, это подходит для лихорадки розовой. Когда кожные покровы розовые, когда кожные покровы горячие на ощупь, когда щечки румяные. Ребенку можно, если нет жаропонижающих или нет необходимости еще давать, вы используете физические методы охлаждения. То есть, можно в данном случае делать обтирание. Вот многие из вас, очень много-много хейта было по поводу моего видео, где я говорю, что ребенка ни в коем случае нельзя обтирать водно-уксусным раствором или водочным раствором. Этого делать категорически нельзя. Опять же, поступало очень много вопросов по поводу, и возмущений в том числе, по поводу того, что мы все прошли через это. И, дескать, пусть наши дети тоже проходят через это. То есть, нас в детстве всех обтирали водкой и уксусом, и ничего с нами не случилось. Слава Господи, и слава Богу, что ничего с вами не случилось. Но, есть случаи, когда при обтирании водкой или водно-уксусным раствором были осложнения у детей, отравления, и дети попадали в реанимацию. Слава Богу, что не ваши дети, да. В любом случае, дети пострадали от этого. Даже в моей практике, когда я работал давным-давно, уже лет 10 назад, приехал на вызов, и мама ребенка обтерла уксусом. То есть, когда она позвонила своим знакомым родственникам, не знаю кому, в общем, они ей посоветовали обтереть ребенка уксусом. Она это приняла все буквально, взяла чистый уксус и обтерла ребенка. То есть, ребенку нанесла, во-первых, ожоги кожных покровов, и, естественно, ребенок попал в реанимацию. Поэтому вы должны знать и запомнить для себя навсегда, что действие этанола, да, то есть, действие спирта и действие уксуса на организм ребенка очень пагубно действует. Может быть, на вашего ребенка это не так сильно будет заметно и действует, да. То есть, все, скажем так, пронесет, а другой ребенок может от этого очень серьезно пострадать. Поэтому, ребят, то, что было вчера или позавчера, это уже прошло, сейчас уже другое время, да, будем так говорить, современное время. Поэтому есть другие методики для снижения температуры тела. Вы обтирать ребенка можете при розовой лихорадке, когда кожный покров у ребенка горячий, и когда у ребенка, значит, когда ребенок, ну, более-менее активный, то есть, нету такой выраженной слабости и так далее, то тогда вы начинаете просто обтирать ребенка водой. Обычной водой, теплой, 37-38 градусов набираете воду и смачиваете обильно. Ну, там, будем говорить, салфеточку, можно использовать пеленку, если ребенок маленький, можно использовать обычно полотенце, смачиваете обильно, прям так, чтобы по нему бежало. Про белую лихорадку сейчас расскажу, ребят, дойдем до нее. Обильно, чтобы по ребенку прям бежала эта вода. И начинаете обтирать. Обтираем, друзья, все тело, начиная от головы до ног. Значит, обтерли один раз. Сразу же берем легкую простыню, сухую, желательно хлопчатобумажную, да, и накрываем ребенка так, чтобы он, ну, будем так говорить, чтобы сильно не замерз, потому что в любом случае будет реакция такая, да, то есть, озноб может появиться. Поэтому, чтобы этого не допустили, обтерли ребенка теплой водой, накрыли его простыней. Все, ребенка накрыли простыней, ребенок сидит, высыхает. Через минут 5-10 снова начинаете его обтирать. То есть, когда кожный покров у ребенка высохнут, вы сможете, вы можете снова начать обтирать. И таким образом вы обтираете в течение где-то 20-25 минут. То есть, суммарно примерно где-то 3-4 раза придется вам обтереть ребенка за это время. И это очень эффективно, помогает именно при розовой лихорадке. А если вы еще дали жаропонижающий и начали обтирать ребенка, то достаточно хорошо и быстро снизится температура. Это если говорить при розовой лихорадке, когда кожаные покровы горячие. Теперь давайте вернемся к белой лихорадке. Почему? Потому что достаточно часто именно такое состояние случается в детском возрасте. И вы все тоже очень часто замечаете у своих деток, когда у ребенка температура высокая. Но почему-то у него руки и ноги холодные, бледные. И в данном случае какая помощь? В данном случае, конечно, вы обтирать его водой уже не будете. Потому что это может вызвать еще больше спазм. И естественно может ухудшить состояние ребенка. Поэтому, ну и в принципе данная методика при белой лихорадке будет бесполезна. То есть обтирание водой. Что вам необходимо делать в данном случае? Когда у ребенка белая лихорадка, естественно его состояние страдает намного больше, чем например при розовой лихорадке. И ваша помощь именно в данном случае заключается в следующем. Вы даете ребенку жаропонижающие. То есть такие жаропонижающие, как парацетамол или ибупрофен. Далее потом уже скажу по дозировкам, как давать. Даете жаропонижающие обязательно. И начинаете, ребят, просто согревать, растирать, будем так говорить, его руки и ножки. Можно использовать для этого обычный шерстяной носок. Чистый, естественно, да. Или варежку обычную шерстяную. Или какую-либо другую вещь, которая именно шерстяная. Начинаете растирать ручки и ножки, согревать. Можно использовать при данном состоянии грелочки. Любые грелочки резиновые. Можно использовать обычные бутылки из-под минералочки, будем так говорить, да. Набираете туда и прикладываете к ножкам, к ручкам, согреваете. Далее. Обязательно в данном состоянии необходимо дать спазмолитики. В детском возрасте можно использовать такие спазмолитики, как дротоверин и папаверин. Но здесь при использовании данных спазмолитиков есть ограничения. То есть, если мы даем папаверин уже с года жизни, да, то дротоверин мы даем только 6 лет. Поэтому это тоже нужно знать, но я чуть позже скажу об этом. То есть, даете жаропонижающие, это при белой лихорадке, чтобы вы запомнили. Даете жаропонижающие. Значит, растираете ручки и ножки, согреваете ребенка. Даете теплое питье обязательно. Даете спазмолитики вместе с жаропонижающими. То есть, вот эта вот помощь, вы обратили внимание, да, какая она разная. То есть, если мы говорили про розовую лихорадку, там помощь немножко другая. То есть, при розовой лихорадке вы даете жаропонижающие. То же самое, и бупрофен или парацетамол. И обтираете ребенка обычной водой. Но при бледной лихорадке или белой лихорадке, будем так говорить, помощь уже немножко другая. То есть, здесь уже обтирать ребенка ни в коем случае не надо. Здесь необходимо растирать ручки и ножки, давать жаропонижающие, отпаивать ребенка, согревать его. И естественно давать спазмолитики То есть здесь добавляются уже спазмолитики Далее Что я еще вам хотел сказать Так Теперь по поводу Дозировок То есть По поводу препаратов Какие мы даем препараты при Температуре в детском возрасте Друзья В детском возрасте мы даем Два препарата Это парацетамол и ибупрофен Все те препараты Которые вы сейчас будете здесь писать и спрашивать В их составе Есть парацетамол То есть их достаточно много Есть очень много препаратов В составе которых есть и парацетамол И ибупрофен одновременно Есть препараты В которых есть в составе Или парацетамол или ибупрофен отдельно То есть, очень много названий этих препаратов и дозировок, соответственно. Поэтому, чтобы вы знали, как правильно давать препараты и какие препараты давать, запоминайте или записывайте. То есть, первое, даете парацетамол. Парацетамол дается в дозировке детям, дается в дозировке 10-15 миллиграмм на килограмм веса. То есть, он дается не по возрасту, а дается по весу. Это если вы даете, например, таблеточку или даете, например, в виде суспензии, в жидком виде парацетамол. То есть, вы будете рассчитывать дозировку согласно веса ребенка, но не возраста. По возрасту рассчитаны уже аптекой, будем так говорить, провизорами. Уже рассчитана дозировка в детском возрасте, но она рассчитывается именно в свечах по возрасту, то есть не по весу. Если вы, например, приобретаете эфиралган или цификон в аптеке, то данные препараты уже рассчитаны по возрасту. То есть, берете, например, с 6 месяцев до 3 лет или, например, с 3 лет до 5 или 6 лет. То есть, там дозировочка уже идет не по весу, а по возрасту. Поэтому детям в раннем возрасте я, конечно, всегда рекомендую использовать или суспензии, да, в жидком виде даете, или использовать свечи. Это очень практично и достаточно быстро можно сделать все. То есть, дайте жар понижающий. И эффективно, естественно, быстренько все это действует. Теперь по поводу парацетамола. Даете в дозировке 10-15 миллиграмм, рассчитываете по весу. Предположим, ребенок весит 10 килограмм. Какую дозировку парацетамола вы дадите ребенку? Дадите дозировку, рассчитываете по весу. Значит, 10 миллиграмм парацетамола умножаете на вес ребенка, на 10, да. Получается 10 на 10, получается 100, да. 100 миллиграмм вы дадите ребенку данного препарата. Если говорить, то есть, кратность приема какая? Смотрите, если вы даете парацетамол ребенку, обязательно расчет дозировки по весу или по возрасту, если это свечи. От этого будет зависеть, во-первых, эффективность данного препарата и, естественно, длительность, да. Сколько будет действовать данный препарат. Данный препарат обычно действует от 4 до 6 часов. Это парацетамол. То есть, если температура, если вы дали парацетамол, температура снизилась, но через 4 часа или через 5 часов температура снова повысилась, то вы можете смело дать парацетамол. Но не более, в день не более 3-4 раз данный препарат можно использовать. И если температура, например, повысилась раньше 4 часов, да, то есть, вы дали парацетамол, а температура повысилась через 2 часа, например. То есть, она сначала снизилась, а потом начала повышаться через 2 или 3 часа. То тогда парацетамол, естественно, вы дать не можете, потому что еще не прошло время. Чтобы вы об этом знали тоже, ребят. Теперь, следующий препарат, который используется в детском возрасте, это ибупрофен. То есть, чтобы вы знали, что такое ибупрофен. На слуху, да, обычно можете вспомнить, что это такое. То есть, это ибупфен, это нурофен. То есть, вот такие вот синонимы, да, есть. В составе данных препаратов ибупрофен. Дозировки дается детям 5-10 мг на килограмм веса. То есть, если парацетамол давали 10-15 мг, то ибупрофен дается в дозировке 5-10 мг на килограмм веса. Кратность приема данного препарата 6 часов. То есть, через каждые 6 часов вы данный препарат можете давать, если температура повышается. Теперь, многие из вас не знают, как снизить температуру. Например, если именно чередование данных препаратов, многие из вас об этом не знают. Поэтому запомните. Если, вот как я уже говорил, вы дали парацетамол, но через 2 часа после приема парацетамола температура снова начала подниматься, то, естественно, парацетамол вы дать не можете. Что вы даете? Даете ибупрофен. Таким образом, вы дали ибупрофен, температура снизилась. То есть, после приема ибупрофена, после приема парацетамола прошло 2 часа. После приема ибупрофена, допустим, прошло 3 часа, суммарно уже 5 часов. После приема ибупрофена прошло 3 часа, температура снова начала повышаться. Что вы будете давать? Будете давать парацетамол. Потому что время после первого приема парацетамола уже прошло 5 часов. Поэтому вы можете уже дать смело парацетамол. Таким образом, при вирусной инфекции, когда температура высокая, стойкая и очень часто повышается вы будете эти два препарата чередовать понятно да то есть от того что вы например очень многие из вас допускают ошибки от того что вы например даете ребенку или сами взрослые принимаете например парацетамол в течение дня предположим до выпили таблеточку парацетамола далее выпили следом да допустим если нету эффекта вам же надо сразу и здесь чтобы был эффект значит выпили парацетамол допустим прошло там 20 минут вы градусник ставите бесконечно ждете чудо да но чудо не происходит вы начинаете принимать например терафлю или фирвекс или другие жаропонижающие составе которых есть парацетамол такие случаи тоже очень много таких случаев очень много и очень часто данный препарат допустим парацетамол в детском возрасте дают очень много очень много не знает о том что можно чередовать два этих препарата то есть парацетамол и ибупрофен и естественно происходит передозировки и могут дети попадать в реанимации таких случаев тоже очень много кто работает в детских больницах они об этом очень прекрасно все знают когда когда очень много деток поступает в реанимацию с передозировкой жаропонижающих это именно в пик когда идут вирусные инфекции и как правило когда начинается вирусная инфекция температура где-то в течение трех дней будет всегда высокая фибрильная лесу фибрильные но чаще всего высокая поэтому ребят запоминаем до при розовой лихорадки значит мы даем жаропонижающий и обтираем ребенка обычной водой теплой 37 38 градусов можно использовать физические методы охлаждения открыли форточку включили вентилятор это при розовой лихорадке друзья значит раскрыли его до сняли с него одежду это все при розовой лихорадки прибелого лихорадки естественно вы не будете ни включать ни вентилятора ничего этого да раздевать естественно не будете вы будете ему вы будете давать ребенку обильное питье будете давать жаропонижающие спазмолитики будете растирать ребенку ручки ножки согревать его понятно да при значит бонусом для вас также сегодня в эфире скажу если случились фибрильные судороги у ребенка необходимо ваша первая и самая важная задача что сделать в данном случае если случились фибрильные судороги вам нужно если вы еще не дали жаропонижающий то нужно будет дать как в каком виде если у ребенка случились судороги то жаропонижающий как правило даются через прямую кишку то есть свечку ставите свечку ребенка обязательно нужно уложить на бок на правый или на левый обязательно на бок ребят не в ни в коем случае ребенку или взрослому человеку взрослому взрослых людей в принципе не бывает на температуру судорог но в детском возрасте будем говорить то есть значит если положили ребенка на бок обязательно ребенка нужно будет зафиксировать так чтобы не допустить травматизм то есть все же все вы прекрасно понимаете да когда судороги то есть идет сокращение мышц и могут травмированы ручки ножки если рядом есть какие-то предметы допустим край стола стула или игрушки лежат и так далее поэтому максимально нужно обеспечить безопасность для ребенка именно в этом состоянии нужно положить ребенка на бок исключить травматизм немного его нужно фиксировать то есть не нужно на него прям ложится или связывать ребенка до чтобы остановить эти судороги это 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 не произойдет то есть вам необходимо далее зафиксировать голову так чтобы также не допустить травматизм просто берете можете положить под голову что-нибудь мягкая подушку может быть там что сложенную кофточку или футболочку можно слегка придерживать голову рукой и естественно в данном данном случае необходимо вызвать скорую помощь или самой или позвали позвать на помощь то есть кто-то если есть из родственников обязательно звонить все это все это вся необходимая помощь именно при фибрильных судорогах которую вы можете оказать дома то есть даете жар понижающий ребенка ложите в положении на бок фиксируете голову и обеспечиваете дыхание через рот или через нос все в рот ничего ссувать не нужно ребенок в таком положении когда он находится на бок он не задохнется он не захлебнется если вдруг появится рвота и естественно это большой миф когда вы слышите о том что проглатывает язык этого не происходит поэтому ребят делайте так как я вот сказал все на бок положили голову зафиксировали в рот ничего не суем не разжимаем просто следим за тем чтобы ребенок лежал в данном положении и все и ждем скорую помощь это ваша самая основная задача так теперь что я еще хотел по температуре вам сказать так 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 по поводу по поводу спазмолитиков ребят когда вы даете детям спазмолитики а в детском возрасте допускается такие спазмолитики как папавирин и дротавирин или нож по да значит вы даете дозировка дозировка рассчитывается индивидуально вот именно с именно если говорить про спазмолитики там дозировочка рассчитывается индивидуально какая Дозировка, то есть я сейчас вам не могу это озвучить, почему? Потому что там очень много цифр, да, то есть нужно по возрасту все это расписывать и все это рассказывать. Здесь, к сожалению, в ТикТоке это невозможно. Поэтому, друзья, кому интересно, как оказывать помощь при розовой и белой лихорадке, у меня по этому поводу есть вебинар, который я проводил в записи. Есть вебинар, вы его можете приобрести по ссылке здесь в ТикТоке, есть ссылочка, заходите по ссылочке, в Топлинк попадете и там выберите, есть такая вкладочка, лихорадка, ларингит и лихорадка. Кстати, друзья, завтра у меня будет эфир по ларингиту у детей, он будет у меня в Телеграм, эфир платный, но доступная цена для всех, для каждого из вас, абсолютно доступная. То есть на сигареты там и на всякую дрянь вы больше денег тратите, нежели на полезную информацию, буду так говорить. Вот, поэтому можете завтра также приходить на эфир. Регистрация на эфир у меня в шапке профиля, ссылочка, заходите, регистрируйтесь. Так, что еще по температуре? Значит, папаверин дается детям с года жизни, с года жизни до, ну то есть с года жизни и в принципе до бесконечности. А вот именно по поводу дротаверина, будьте осторожны. В каком плане? Там есть противопоказания, то есть детям меньше 6 лет, то есть дротаверин давать не рекомендуется. Поэтому его, конечно, можно использовать, друзья, это не говорит о том, что его вообще нельзя использовать, его можно использовать, но под контролем медицинского работника. То есть, если я приезжаю к вам на вызов и начинаю, если я приезжаю к вам на вызов и оказываю помощь, то я могу этот препарат сделать ребенку, так как я нахожусь рядом и полностью смотрю за его динамикой. Понятно, да? Вы самостоятельно лучше используйте, например, если придется использовать при белой лихорадке спазмолитики, то используйте папаверин. Теперь, ребят, очень важно, вся эта информация, которую я вам сейчас вот рассказал быстренько-быстренько по поводу оказания помощи при лихорадке у детей, важно также, ребят, запомнить следующую информацию, исследовать эту информацию. Если у ребенка появилась температура, да, сегодня, допустим, ребенок заболел, высокая температура, вот, неважно, розовая или белая лихорадка, неважно, ваша самая основная задача какая? Обратиться за медицинской помощью. А это не говорит о том, что нужно сразу же вызывать скорую помощь, нет. Скорая помощь должна работать, то есть, в таком режиме, да, то есть, она должна ездить только к тем пациентам, которые нуждаются в скорой неотложной помощи. Если говорить про температуры, то розовая лихорадка, в принципе, купируется очень хорошо, а вот белая лихорадка может доставить вам, конечно, немножко хлопот. Поэтому, если у ребенка вы видите, что температура высокая, 38,5, 39, 40 градусов, вы начинаете снижать температуру согласно тем рекомендациям, которые я сегодня сказал, которые я озвучил. Далее, если вы дали ребенку жаропонижающую, ребенку дали спазмолитики вместе с жаропонижающими, согрели его, дали обильное питье, но температура через полчаса или час после приема жаропонижающих не снижается, держится высокая, то необходимо вызвать скорую помощь. Вот это вы должны запомнить, хорошо? Хорошо, теперь по поводу эффективности жаропонижающих препаратов. Если вам же надо же, многим из вас, надо же быстренько и сразу, чтобы температура снизилась в течение 50 минут. Но на самом деле, друзья, достаточно, если в течение часа температура снизилась на 1 градус. Вот, допустим, у ребенка температура 38,5, вы дали ему жаропонижающие, температура снизилась до 38, прошел час, а температура снизилась до 38. Все, ребят, это уже результат, это уже эффект. То есть ждем, ждем еще, наблюдаем, отпаиваем ребенка и смотрим, как будет снижаться температура. Если температура не снижается через час после приема жаропонижающих препаратов, тогда вы можете смело обратиться за скорой медицинской помощью. Или самостоятельно обратиться в стационар, то есть не в стационар, а в приемный покой детской областной или детской городской больницы. Так, 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 так. Вроде бы все я сказал на сегодня. То есть то, что я хотел сказать, я вам, по-моему, сказал. Уложились в полчаса. Теперь давайте полчаса у меня есть, ответить на ваши вопросики. Отвечу на вопросы. Задавайте, можете по температуре задавать вопросы, можете задавать по другим своим состояниям, которые вас беспокоят. Что делать при фибрильных судорогах, судорогах, Марина, я сказал, Мария. Теперь, друзья, эта запись этого эфира я отредактирую. Если она сохранится, бывает, что в ТикТоке не сохраняется. Я ее отредактирую и у себя в Инстаграм сегодня или завтра размещу. Поэтому, кто еще не подписан на мой Инстаграм, проходите, подписывайтесь по ссылочке в моем ТикТоке. По поводу лихорадки, по поводу оказания помощи. То есть в эфире, вот прямо вот здесь, в ТикТоке, максимально выложить и дать информацию по дозировкам, какие дозировки давать. Как рассчитать дозировку, кстати, друзья, именно у ребенка. Как это все математически рассчитать. Прям по формуле. Есть у меня формула. Это вся информация как раз у меня есть в вебинаре, который я проводил по температуре у детей буквально недавно. У меня были ребята на этом вебинаре. И я думаю, что вся информация, которую я дал, им пригодилась. Конечно, лучше бы наши детки, конечно, не болели. Но это невозможно, с учетом того, что все-таки это жизнь, да, рано или поздно все равно ребенок может заболеть. Какой бы он ни был активный, какая бы у него иммунная система ни была хорошая, но в любом случае может заболеть. Поэтому вы для себя должны все равно держать эту информацию. Если в голове она не сохраняется, то можете ее сохранить на бумаге. Или в виде видео формата, или может быть PDF формата. Поэтому по температуре у меня есть как раз и руководство в PDF формате, и есть вебинар. Есть также в телеграме, есть канал. То есть по температуре там есть как раз вся информация, как рассчитывать дозировку, как рассчитывать по формуле, какие препараты давать. В общем, вся информация по розовой, по белой лихорадке, как все это оказывать, как помощь оказывать, вся эта информация есть. Поэтому, кому это нужно, ребят, по ссылочке у меня в TikTok, проходите и забирайте. Если что-то не получается, есть проблемы, может быть, оформить данные подписки, то вы можете написать мне в Директ. Не здесь, а в Инстаграм. У ребенка сопли желтого цвета. Что делать? Что делать? Нужно промывать носик. Промывается носик. Вот, пожалуйста, вы когда задаете вопросы по поводу деток, вы пишите возраст ребенка, чтобы я мог ориентироваться, что вам рекомендовать. А в данном случае, если есть сопельки желтые, как вы говорите, то нужно носик промывать. Промывается носик физраствором, 0,9% обычным. Или аквамарис используется. Но смотрите, аквамарис, если ребенок младше года, то есть до года жизни, не рекомендуется использовать, ввиду того, что он может привести к травматизму. Поэтому используйте до года жизни обычный физраствор, после года жизни можете использовать аквамарис в виде спрея или обычный физраствор. Промываете носик, также необходимо взять отсос, есть отсосы специальные для носа в аптеке, берите и отсасываете слизь. После того, как промываете, сразу же отсасываете, промываете, отсасываете. Обязательно, ребят, где находится ребенок, в комнате, где находится ребенок, необходимо, чтобы температура была оптимальна, влажность температуры была в комнате оптимальная, то есть не менее 45%. Для этого используются увлажнители воздуха, они продаются в аптеке, там везде, короче, они продаются. Сейчас с этим вообще проблем нет. Вот, и если нет увлажнителя воздуха, вы можете использовать обычный, ну, сейчас, конечно, с этим немножко проблема, в плане того, что еще не дали тепло, да, в квартирах, но у кого частные дома, вы можете использовать обычное полотенце, например, смочили и плели простыню, положили на батарею, и вот таким образом будете повышать влажность в комнате. Так, ну и обязательно, друзья, не забывайте про то, что нужно обращаться вовремя за медицинской помощью, то есть к своему врачу в поликлинику, или обращайтесь, или вызывайте нами. Так, 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 так. Как вылечить прыщи по всему телу? Обратиться к герматологу. Как лечить ангину? Ребят, ангина лечится антибиотиками, то есть ангина, как правило, это гной, да, гной в миндалинах. Поэтому здесь назначаются антибиотики, назначается местное лечение, то есть необходимо будет полоскать горло. Полоскать горло можно различными методами, у меня по этому поводу есть видео здесь в ТикТоке есть, есть видео у меня в Ютубе, можете зайти по ссылочке также здесь в ТикТоке. По ссылочке есть как раз переход на мой Инстаграм и на Ютуб, вы можете попасть на мой Ютуб, и там как раз есть видео по поводу ангин, как их лечить, именно острых ангин и хронических ангин. То есть даю рекомендации, там в течение 10, по-моему, или 15 минут посмотрите видео, в принципе. Все кратко и все доступно. Так, колик у ребенка меньше месяца, родился за 36 недель, 1,8, что давать. В данном возрасте вы можете согревать животик, берете пеленочку, проглаживаете утюгом, чтобы она была тепленькая, и ребеночку прикладываете к животику, таким образом согреваете животик. Массаж можно легкий делать, очень легкий, то есть не надо надавливать, потихонечку поглаживаете животик, таким образом будут выходить газики. Ну, из препаратов, конечно, в данном случае используется боботик, например, эспумизан. Но, опять же, кому-то, например, помогает что-то одно, то есть или эспумизан, или боботик, то есть здесь нужно будет подбирать. Если очень часто такие проблемы, то обязательно обратиться к педиатру. Астма у ребенка 10 лет пройдет или после перехода в возраст, не знаю. Так. Что ты такой серьезный? Что я такой серьезный? Ну, у меня такой контент, ребят, я не могу здесь вас веселить, и поэтому я такой вот, может быть, на первый взгляд серьезный. То есть у меня контент медицинский, поэтому здесь не до смеха. Так, так, так. У ребенка влажный кашель и вялость. Может ли это быть ротовирус? Как правило, если это ротовирус, то еще дополнительно к тому, что вы сейчас написали, может быть рвота панус. На утро спала и поносила всю ночь. Ага. Так. У ребенка сопли желтого цвета. Эта бактерия включилась. Но не всегда. Здесь можно будет даже поспорить. То есть при вирусных ринитах, будем так говорить, когда идут сопельки обильно и активно выделяется из носа, если сопельки выходят желтого или, может быть, даже зеленого или зелено-желтого, с зелено-желтым оттенком, то это не всегда может быть бактериальная инфекция. То есть, как правило, может быть, это и вирусные этиологии. Поэтому более точно, чтобы сказать, какой этиологии, нужно сдавать анализы. Аллергический ринит чем лучше лечить? При аллергическом рините будет правильно вам сказать так. Лучше обратиться к лору-врачу и пройти реальное лечение именно с этим специалистом. Не искать ответы именно в ТикТоке. Очень часто болеет ангина. Если очень часто, Гульмир, если очень часто болеет ребенок ангиной, вам нужно будет сдать анализ. Есть такой анализ. Берется мазок зева, именно с миндалин. И определяет, какая бактерия вызывает данное заболевание. Очень часто вызывает золотистый стафилококк. И если данный микробик высеет, то назначит лечение. Обязательно, если очень часто ангины, нужно делать именно анализ мазка именно зева и определять, какой микробик, будем так говорить по-простому, вызывает данное заболевание. И отсюда будет эффективность лечения. То есть бывает, что, допустим, ангина гнойна, вы пропили антибиотики, они вроде бы помогли, но через какое-то время заболевание может обостриться. Почему? Потому что эффективность данного антибиотика была не 100%, да, допустим, а была, например, ну там, я не знаю, на 80 или на 70%. То есть не все убило, будем так говорить. Улучшение наступило, но кратковременно потом заболевание может обостряться. Соответственно, переход уже идет в хроническую форму и так далее. Поэтому в данном случае нужно обратиться к лор-врачу, сдать анализы и лечиться у лор-врача. Ребенку 2-3 года кашель ужасный, можно делать ингаляции. Не могу сказать Анастасии, можно делать или нельзя ингаляции в данном случае. Почему? Потому что нужно будет смотреть ребенка и слушать. Слушать нужно ребенка. Приведу пример. Вот буквально недавно заболел у меня племянник. Ему еще, ну вот буквально через полмесяца будет день рождения, у него будет годик всего. Ну то есть вот годик будет. И мне позвонил мой брат, это его ребенок, ну как сын. И позвонил мне и сказал, что ребенок заболел, что можно принимать, вот кашель появился и так далее. Естественно, я поехал и послушал ребенка, и слушал его дважды. То есть сегодня посмотрел ребенка, потом дал рекомендации на сегодняшний день, потом поехал на следующий день, снова ребенка послушал, убедился, что с легкими действительно все в порядке, нет никаких проблем. То есть, чтобы вы понимали, друзья, если у ребенка начался кашель, то нужно определить, откуда этот кашель, да. То есть причину кашля нужно знать обязательно. И откуда этот кашель? То есть заболевание верхних дыхательных путей, то есть обычная ангина, да, допустим, может вызвать кашель. Фарингит может давать кашель. Риниты могут давать кашель, да, когда затекает слизь по задней стеночке носоглотки, может тоже кашлять ребенок. Далее, кашель может быть в результате ларингита, да, допустим, трахиита, бронхита, пневмонии. То есть, понимаете, да, сколько, вот я уже 7 причин озвучил, и чтобы точно сказать, откуда у кашель у ребенка, то есть отсюда уже будет зависеть и терапия, и, соответственно, назначение лечения. Поэтому будет правильно сделать следующее. Если у ребенка появился кашель, то вам необходимо обратиться обязательно за медицинской помощью, чтобы ребенка послушали. послушали, и после того, как послушают ребеночка, вам доктор уже скажет, что вам можно принимать и что нельзя. Понятно, да? Так, поехали дальше. Всем привет-привет. Так, 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 так. Ирина пишет. Ирина, очень, очень такой интересный вопрос. Здравствуйте, ребенку год педиатр назначил при ангине синьку. Насколько это эффективно? Очень эффективно. Почему? Потому что этот препарат именно, если говорить про наш город, у нас синька делается в одной из аптек. Родная аптека в городе делает именно метиленовый синий, правильно его название, метиленовый синий. Вот он есть на водной основе и есть на спиртовой основе. Ну вот, и лучше, конечно, в детском возрасте брать именно на водной основе, а не на спиртовой основе. Вот, и данный препарат очень хорошо помогает при гнойных ангинах особенно. Поэтому при стоматитах очень хорошо помогает. Поэтому можете использовать его смело. Так, ребят, у меня еще 10 минут, и я буду закругляться. Поэтому максимально сейчас быстренько постараюсь ответить на вопросы. По поводу... Это нормально, когда у ребенка зубы идут, и температура со слабостью 8 месяцев. Ребят, очень часто, очень часто вы путаете, вы путаете очень часто именно синдром, именно реакция на прорезание зубов, да, то есть температура, и вирусная инфекция. Обязательно, когда у ребенка есть температура, вот именно в период, когда у него растут зубики, да, ваша задача родителей, вот вас как родителей, не ставить самому диагноз ребенку, а обратиться к специалисту квалифицированному, да, педиатру, и чтобы вас посмотрел именно врач. Не ставьте сами диагноз. Почему? Потому что в 90% случаях, даже, наверное, не в 90%, а в 95% случаях, температура и прорезывание зубов не связаны между собой. То есть, если у ребенка высокая температура, появилась слабость, недомогание, там, плаксивость, если это маленький ребенок, да, ко всему этому еще появились сопельки, где-то кашель появился, да, редкий даже. Бывает так, что появился редкий кашель, вот так родители жалуются, вот появился редкий кашель, там, сопельки немножко, температура, слюнотечение, скорее всего, наверное, это на зубы. Ребят, 95% случаев это вирусная инфекция, и всего в 5% это прорезывание зубов. Если на прорезывание зубов температура и бывает, то она бывает, ну, невысокая, 37, 37, 5, то есть, не более. Так, 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 так. Маги напишет, неблазер с физраствором, тоже хорошая тема, да. Очень хорошо помогает. какая влажность должна увлажнители стоять ну я я честно не знаю сколько там в увлажнителях то есть ежи увлажнителей воздуха уже с монитором то есть там на мониторе он показывает какая влажность вашей комнате его задача нагнетать будем так говорить да вот эти пары пары именно именно воды да он то есть он воду же преобразует в пар таким образом он увлажняет в комнате воздух и если это с монитором будем так говорить какие с датчиком до специальным определителем именно влажности в помещении именно в комнате он вам покажет какая у вас влажность то есть влажность должна быть вот такая будем так говорить терапевтическая 45 процентов то есть если менее 45 то это уже нехорошо если выше 45 то это уже очень здорово и хорошо вот а если без без этого монитора без определения влажности в комнате то он просто стоит и нагнетает этот пар в комнату вы конечно определить не сможете так уже будем так говорить все все будет просто тогда то есть на глаз будем так говорить поэтому если будете брать например увлажнитель то их берите чтобы у них был были вот эти датчики которые определяют влажность если ребенку 11 месяцев и насморк не проходит неделю то нужно обратиться в больницу в поликлинику нужно обратиться скорее всего ребенка бак инфекции то есть бактериальной инфекции как правило вирусная инфекция столько не длится поэтому нужно обратиться и лечиться если у ребенка часто с носа идет кровь нужна консультация лор врача сыну 14 сказали удалять миндалины как вылечить без операции знаете здесь есть есть рекомендации как лечить например хронический танзелит да вот есть у меня видео в ю тубе зайдите посмотрите может быть что-то для себя возьмете ну а если говорить целом про рекомендации которые дали вашему сыну делать операцию да значит все таки лор посчитал удалять миндалины почему потому что бывают такие состояния да вот именно при хроническом танзелите когда и медикаментозная помощь и антибиотики да я имею ввиду и все необходимые другие процедуры там физио и так далее так далее все сделано и неоднократно эффекта нету то тогда это уже крайний случай тогда уже прибегает к удалению миндали это уже крайний случай если ничего не помогает если легкий насморк водители в сад нет легкий насморк это начало заболевания поэтому лечите насморк дома так гной в миндальных всегда это что это хронический танзелит это хроническая гнойная ангина ребят в данном случае нужна консультация лору врача и лечение так что вопрос повторяется на который я отвечал так детей пока нет но слушаю вас как заворожен спасибо спасибо что слушаете конечно отчего седина седина в бороду без в ребро вот видите у меня тоже седина виски у меня седые говорят от недостатка до витаминов так так-так-так-так-так-так-так если у ребенка сыпь да что ты такой не могу ребенка 1 2 месяца сыпь что может быть не знаю ребят если у ребенка в таком возрасте сыпь появилась есть температура то необходимо чтобы его ребенка рассмотрели поэтому вызовите врача или скорую помощь детский инурез это такая тема достаточно большая поэтому здесь вообще смысла нету об этом говорить может быть когда-нибудь я эту тему подыму как защитить ребенка от вируса это очень сложно потому что представьте что вирус это те маски которые мы одеваем они практически будут так сказать не 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 спасает от вируса потому что вирус через эти маски проходит абсолютно свободно и спокойно вот они защищают просто вот эти маски которые мы одеваем они защищают просто окружающих от вашей слизи от ваших от вашего кашля или от вашего насморка если он у вас есть поняли да окружающих он защищает но ни в коем но никак не вас поэтому есть конечно маски с более сильной защиты когда они могут защитить вас от бактериальной инфекции вот по поводу вирусов конечно здесь есть определенные сложности именно если говорить о масках а так защитить от вируса но обычно профилактика то есть закаливание ребенка ограничение похода в общественные места когда есть вообще например вспышка до вирусных инфекций респираторных то есть старайтесь меньше посещать общественные места развлекательные центры и так далее так далее гигиена обязательно то есть обязательно нужно руки мы до в опять же в общественных местах после посещения там определенных мест и так далее овощи фрукты обычная гигиена то есть профилактика вирусных или бактериальных заболеваний ну и естественно закаливание организма так 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 диана пишет какие какие витамины давать ребенку для для памяти до два года ребенку ребят вы что два года ребенку он растет он развивается какая может быть память у ребенка в этом возрасте ему вообще все равно что 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 ему запоминать в этом возрасте он познает мир он развивается его мозг развивается поэтому никаких чудо лекарств или витаминов в данном случае нет чтобы вы знали единство что могу сказать в детском возрасте и у вас и у детей практически у наверное 90 95 наверно процентов население планеты земля недостаточно витамина д вот витамина д недостаточно поэтому вот этот витамин в детском возрасте давать необходимо обязательно так друзья время к сожалению подошло к концу я бы с вами еще посидел но у меня еще есть дела поэтому все что сегодня я хотел я сегодня вам дал значит провел для вас такой мини будем так говорить вебинар по поводу температуру у детей но более подробно друзья вы можете эту информацию взять для себя пройдя ко мне по ссылочке в моем профиле тик ток прям заходите сюда вот где увидите мою аватарочку попадете ко мне в профиль там есть ссылка на топ-линк заходите по ссылочке и выбирайте ларингит и температура есть такая вкладочка вот это два вебинара то есть по ларингиту завтра будет вебинар он будет не здесь а будет в телеграм регистрация платная но стоимость регистрации достаточно доступная для всех вас то есть я дорого не беру и по поводу температуры есть также вебинар и есть руководство по снижению температуры в pdf формате поэтому кому это нужно проходите и забирайте все друзья я с вами прощаюсь время к сожалению у меня очень мало времени сейчас надо готовиться к другим своим делам поэтому всем пока пока все кто был на эфире всем большое спасибо берегите себя и своих деток